В 2008 году у Дикого Армана развернулась настоящая криминальная война с бывшим казахстанским олигархом, экс-владельцем шимкенского пивоваренного завода Тахтаром Тулешовым. Бывший боксер был вынужден некоторое время скрываться в Кыргызстане, после того как прямо в центре Шимкента на него было совершено покушение, в ходе которого погибли двое телохранителей Джумагильдиева, а сам он был ранен в ногу. Оказавшись за границей, Арман смог выяснить, кто напал на него и его охранников, и с помощью подельника устранить этих людей. В ноябре 2008 года 23-летний Джумагильдиев вернулся в Казахстан, но был задержан в городе Алма-Ата по подозрению в убийстве, при нем были найдены патроны и наркотики. Тогда он получил три года колонии. Как пишет комсомольская правда, во время заключения Дикий Арман, познакомился с азербайджанским вором в законе Надиром Салифовым, по прозвищу Лоту Гули, который контролировал поставки фруктов в Россию и Украину, из Средней Азии и Турции. Освободившись из колонии, Джумагильдиев покинул Казахстан и уехал в Турцию. После убийства Гули, в августе 2020 года, Арман продолжает поддерживать связь с его кланом и стремится к получению воровской короны.